Очень довольна в целом выступлением, наверное, в первую очередь, потому что сложно было, так как уже групповички начали, юниоры начали свои соревнования, мы все тренируемся и тренируемся. Вот, но потом настал наш день, конечно, присутствовал даже не так мандраж, как, наверное, какой-то стресс и понимание того, что это последний старт перед Олимпийскими играми, у тебя есть только одна попытка, то есть один день, нету много дней на раскачку, как это обычно бывает, вот, поэтому надо вот все же ты натренировался, что-то взять, собрать и выйти все показать. Вот, поэтому безумно счастлива, что получилось, такой насыщенный день был, вот, и рада, что я не допустила ошибку, это, наверное, самое большое достижение мое на этом чемпионате Европы, то есть пройти все свои виды стабильно, ну и оценки тоже за два упражнения очень меня радуют, потому что все равно оценка приближается, то есть 18-966, это уже свой личный рекорд, в принципе, на чемпионате Европы, то есть это уже был не этап Кубка Мира, это, естественно, приятно. После Испании хоть была такая небольшая эйфория в плане оценок, да, приятная, но мы, в принципе, не давали никакого спуска, то есть даже за вот эти вот, у нас было там 6 дней, такая была жесткая подготовка в плане нагрузки, то есть тренеры добавили количество повторений, я думаю, именно это мне помогло, вот, потому что, ну, чувствовала себя комфортно довольно на площадке, то есть не было прям какого-то страха, это спасибо работе дома, вот, ну, в целом, не знаю, мне, наверное, помог и правильный настрой, и хорошая подготовка. Нет, я еще не на пике формы, это самое приятное, что у меня еще остался вот этот вот запас, и я чувствую, я хочу вот как раз посвятить вот это вот сейчас время правильно посвятить тренерами, правильной подготовке и морально, и физической, вот как раз на Олимпиаде очень сильно хочу выстрелить и показать себя на пике именно формы, вот. Тут, наверное, все вместе, почему идет рост из соревнования в соревнования, и моральный настрой, потому что я себя пытаюсь как-то не расшатывать психологически, психологически, что это, что очень важно, ну, и физически тоже в зале. Тренеры держат в таких ежовых рукавицах, поэтому я думаю, что это и есть результат, плюс огромная вера, я понимаю, что моя мечта, она приближается, и она очень близко уже находится, ну, у меня уже такое более осознанное понимание того, что я должна выполнять, и я сама знаю, что просто так чудес не бывает, только работой в зале можно чего-то добиться, поэтому, ну, и работа, соответственно. Теперь в очередь фанаты, плюс я ставлю себе постоянно какие-то цели, это цели не только связаны с результатом и медалью, это цели, допустим, я хотела, чтобы меня любили фанаты, чтобы вот они меня приветствовали стоя, и вот это получилось, то есть сейчас Испания, это показало, что мечты сбываются. Я постоянно себе ставлю какие-то цели, их преодолеваю, затем ставлю новые, 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 и таким образом я постоянно двигаюсь вперед, плюс мое окружение, меня окружают замечательные мои тренеры, Альбина Николаевна, Ирина Ивановна и Ириша, родители, поддержка друзей, родных, у меня, не могу сказать, что очень много близких людей, но вот они есть, и они настоящие, и, наверное, именно это придает мне силы поддержки. Ну, могу сказать честно, что, конечно, после Испании было сложно, оказалось, что зрителей вообще нет, хотя трибуны были заполнены, конечно, и фанатов было много, но после Испании такой резкий перепад, конечно, там люди просто, они фанатеют, там мы себя чувствовали, ну, как на Евро по футболу, как минимум, вот, а сейчас, ну, зал комфортный, это самое главное, для меня это главнее всего, чтобы вот зал был удобный. Кондиционеры немножко поддували, но, тем не менее, справились с ленточками, это тоже было важно. Вот, ну, так все понравилось, еще и получилось позагорать чуть-чуть в последний день, какие-то два часа перед отлетом, на море, и успели съездить в Иерусалим, это тоже огромное счастье. Я даже чувствовала себя, вот, как я сказала в интервью, каким-то роботом, действительно, вот, такие вот, как шторки были, то есть я и вот тренер, и все, я считаю, это было правильное состояние, то есть я не отвлекалась. Где-то, понятное дело, ты слышишь, потому что все оценки, ну, да, оглашают после каждого выступления, и, понятное дело, мои уши, они слышали, да, что кто-то сделал хорошо, кто-то сделал плохо, но я настолько была сконцентрирована именно в себе, что я не обращала ни на что внимания, понимала, что у всех свой путь, своя дорога, а у меня своя, и вот я должна ее пройти. Настрой хороший, потому что Европа как-то у меня не всегда складывалась, скажу честно, чемпионат мира у меня почаще складывался, а чемпионат Европы, не знаю, может, не успевала как-то подготавливаться, может, не хватало времени, потому что Европа обычно у нас происходит весной, летом, вот, сейчас сложилось, завтра вот в зале собираемся с тренерами, будем обсуждать план подготовки, потому что это очень важно, и не перегореть, и прибавить еще больше, поэтому, я думаю, все распишем, правильно подготовимся, у нас хорошие очень профессионалы-специалисты, которые подготовили ни одного призера Олимпийских игр, поэтому полностью им довериться, я думаю, что все получится. Это будет Берлин, вот, буквально через неделю, еще один старт, как я говорила много раз, это для меня еще один опыт очередной, проверить себя, проверить свое состояние с предметами, вот, и я думаю, что после этого уже пойдет прямая подготовка к Олимпиаде. Продолжение следует...